Накануне референдума о независимости Шотландии американские горцы переживают за свою родину не меньше, чем их земляки в Великобритании. Но выразить свою точку зрения посредством голосования не могут. Елена Мещерякова отправилась в столицу американской Шотландии, городок Карни, и предоставила его жителям возможность высказаться на РТВА. Маленькая Шотландия в Нью-Джерси поначалу пугает заброшенным красным кирпичом в викторианском стиле. Нитяная фабрика позапрошлого века переехала сюда вместе с рабочими, а также волынками, килтами и шотландским виски. Это, конечно, не значит, что с тех пор по городу Карни разгуливают мужчины в юбках, разве что на свадьбах и специально для ТВ. Мы испытываем огромное чувство гордости. Прохожие каждый раз останавливают взгляд, восхищаются, и это очень важно для нас, шотландцев. Джон Нисбет уже полвека скучает по родному Эдинбургу. Здесь, в Америке, он построил дом, родил трех сыновей и вдохнул жизнь в душу старинного инструмента предков. Семейство Нисбетов процветает за счет неистребимой популярности шотландской культуры. Крепкие парни с Британских островов, костяк полицейских и пожарных департаментов США. При каждом свой оркестр и гардероб в специфическом стиле. Муж обучает, жена обшивает. У обоих сердца болят за отечество. Мы очень шотландские. Наши традиции живы, и мы стараемся их хранить, и нам не нравится, когда другие вмешиваются в наши дела. Это, пожалуй, еще одна причина, почему мы пытаемся развестись в Великобритании. Англичане очень плохо обращались с нами на протяжении нескольких веков, и хотя я лично против отделения, но... В этом но сотни лет англо-шотландских войн, изгнанная династия Стюартов, обидный договор о Бунии и даже разорительные налоги времен Тэтчер. О сложной истории борьбы за независимость повествует каждая репродукция на стенах соседнего ресторана. Билл Гордон, закадычный друг и партнер Джона, готов рассказывать о ней часами, но в главном вопросе друзья расходятся. Я бы голосовал за отделение Шотландии. Да, это чревато многочисленными трудностями, но я думаю, шотландцы справятся. У них много нефти в Северном море. В конце концов, сколько можно находиться в подчиненном положении? Я хочу быть свободным. Шотландцы веками бегут за свободой и работой. Пяти миллионам жителей маленькой, но гордой части Великобритании кажется, что в своем отечестве нет ни того, ни другого. Эл Стюарт, хозяин продуктовой лавки, включает погромче отечественных пророков онлайн. Он шотландский американец в третьем поколении и верит в здешние идеалы. Я надеюсь, все получится. Это вопрос свободы и суверенитета. Люди должны взять в руки свою судьбу. За победу Эл предложил бы скотч, но в Америке алкоголь с закуской вместе не продают. Угощают пирожным. А какой самый вкусный десерт у шотландцев? Я думаю, имперские печенья. Это два кусочка песочного теста с мариновым джемом и вишенкой сверху. Макалейщик со знаменитой королевской фамилией Стюарт имеет право в случае победы своих единомышленников переименовать британское имперское печенье, например, в шотландский независимый бисквит. Но голосовать на этом референдуме ни он, ни его соотечественники по всему миру не имеют права. Сторонников плохого брака и хорошего развода с Великобританией в городке Карни примерно поровну. Жаль, что их не спрашивают. Хотя за границей Шотландии проживает примерно в шесть раз больше гордых горцев, чем в ней самой. Елена Мещерякова, Анна Сатиани, Лев Чеснов, телекомпания RTVI, городок Карни, Нью-Джерси, США.